привет всем привет всем с вами лига music варс но сегодня второе видео из разряда видео для новичков я уже говорил что у меня несколько каналов забанили и много видосов у меня ушло в небытие в общем видео для тех кто собирается развивать нового персонажа или только пришел в эту игру ну и конечно же если вам интересно более-менее узнать о стратегиях разного развития и в общем себя к каким-то отнести то вы можете смотреть это видео дальше ну а мы начинаем ну а мы продолжаем выбор стратегии развития в общем в самом первом видео которое у нас было зачем я играю вы выбирали как вы будете развиваться куда и каким высотам вы собираетесь стремиться возможно вы просто как многие написали просто играетесь вот для того чтобы просто играться немножко проще так скажем развиваться давайте рассмотрим основные стратегии так как не так много у нас разнообразие мы рассмотрим и действующие стратегии и полузабытые стратегии и мертвые стратегии развития чтобы было вам В общем, окунемся в историю и посмотрим, как дела обстоят сейчас. Давайте переходим к разбору. Стратегии делятся у нас на три вида. В общем, это прокачка силы как основного, прокачка ловкости как основного и прокачка таланта как основного навыка. Несмотря на то, что многие качают ко второму навыку какой-то части, допустим, живучесть или к ловкости живучесть, неважно, здесь стратегия будет развиваться по определенной прокачке. То есть у вас появляется возможность улучшить за кредиты, возможность улучшить за дзены, возможность улучшить за генетику и здесь происходит распределение. И здесь надо выбрать все-таки, какой из трех вы склоняетесь. Что вы будете качать? Силу, ловкость или талант? Давайте же посмотрим. Итак, стратегии делятся на несколько видов по силе. В общем, вы видите сейчас цифры, по которым надо распределять навыки. Если вы качаете первую стратегию, это по ней развиваюсь я, то есть мой персонаж на ней развивается, поэтому у меня ловкость не сильно отстает от самой силы. Причина простая. То есть навыки качаются по параметрам 3, 2, 1, 3. Большинство людей, которых вы видите и которые раскачивают, они качают только два навыка. Они качают силу и ловкость. В общем, качаются 2, 2, 1, 1. Но более центральный и более тяжелый вы иногда можете увидеть этих персонажей. Они даже есть на 29 уровнях, даже есть некоторые 30 уровни. Это тяжелая стратегия, плюс 5 называется она. То есть 5 идет на силу, 5 идет на живку, 3 идет на ловкость и 1, всего 1 идет на талант. Отвратительная, конечно, стратегия, но если очень много пассивок и очень мало активок, то да, действительно она подходит. Возможно ее реализация. Тем более есть кибердевочка, которая поднимает нам в большом количестве сразу талант. Эффекта от нее можно дождаться для одного-двух активных навыков. Это ничего страшного. То есть так что стратегия эта тоже действительно. По забытой стратегии, стратегии ловкости, ребята. В общем, очень интересные стратегии. Я как бы вспомнил о них, знаете, когда появилась у нас башня смерти. Башня смерти появилась и странным образом ловкачи в башне начали тянуть. Многие, кто начали только-только в башню играть, они начали использовать первую стратегию по силе. Но оказывается, они начали очень сильно проигрывать второй стратегии, как раз которая должна была очень хорошо работать и здесь, прямо на боях на территории. То есть вы качаете силу и ловкость 2-2 и, соответственно, талант живучесть по единице. Либо вы как бы наносите мало урона, но очень много уклоняетесь и очень долго живете. То есть слабая сила, слабый талант, но хорошая ловкость и хорошая живка. И эти персонажи вы до сих пор можете встретить у нас здесь. Если вы найдете, можете написать мне ники в комментариях. Я парочку таких персонажей разбирал. Они до сих пор есть, хотя стратегия является уже позабытой. Но она не мертвая. И очень редкая, вообще почти не встречающаяся, я считаю, что даже мертвая, это стратегия таланта. Так как у нас нет огромного количества такого колдовства. Вы знаете, что в RPG играх часто маги хорошо наносят урон. Очень много урона и, конечно же, для них нужен талант. То есть, соответственно, надо развивать талант, либо силу для нанесения большого количества урона. Либо развивать живку, то есть, соответственно, чтобы наоборот дольше жить и, конечно же, продолжать колдовать. То есть, их два вариации, но больше всего встречалась двойная. То есть, как вы видите сейчас, это сила. Здесь выкачивалась и выкачивался талант. Но это мертвые навыки, поэтому невозможно сейчас даже найти персонажей таких. Где-то, наверное, на шестых, возможно, седьмых уровнях это будет. В остальных просто не появится. Но такие стратегии, какие вот сейчас вы видите, они существуют. Сейчас я вам покажу очень интересную стратегию, потому что многие люди не понимают, что им надо выкачивать. Итак, если вы пытаетесь качать вот таким образом, вы качаете адептов. Адепты, конечно, своеобразные люди. Они вроде как бы и уклоняются, вроде как бы и бьют, но живут. Но они слабее, они проигрывают и первой тактики на силу, и проигрывают тактики на ловкость. Потому что они и по ловкости меньше, и по силе они меньше. В общем, никогда не качайте адептов. То, что вы сейчас видите, персонаж красиво выкачан ровно. Но он качается, как вы понимаете, один-один-один. То есть все навыки, все по одному качаются, и получается адепт. Адепт через некоторое время можно переделать в какую-нибудь активную тактику. Допустим, тактику по силе переделать. То есть тоже можно. Или тактику по ловкости переделать. Но никогда не качайте адептов. Если вы видите, что у вас все навыки по базе, допустим, выкачиваются одинаково, постарайтесь перекрутиться на какую-нибудь из стратегий. Если глядишь к 30 уровню, у вас уже будет более-менее адекватное исправление. Но эта стратегия является проигрышной в самом начале. Итак, если вы все-таки выбрали первую стратегию на прокачку, именно первую стратегию по силе, то вам выдается на усиление этой стратегии 5 амулетов. Это громовержис, паратрупер, позарезец, беззубка и сучонок. В общем, из более-менее адекватных. Беззубка работает, она действительно работает, ее можно взять на силу, но, как я уже и говорил, это мертвая стратегия. Мертвая стратегия называется костетчик. Можете, пожалуйста, ее посмотреть. Я ссылочку где-нибудь оставлю в описании, ну или найдите сами, чтобы у меня на канале она есть. Поэтому беззубка используется только на 17-18 уровне, там есть уникальный костет. Об этом я буду рассказывать в следующей рубрике «Выбор оружия», то есть третья часть, которую вы увидите. Громовержис используется постоянно. У многих топов он стоит, поэтому тактика на нем рабочая. Паратрупер с саботажем никогда не используется, никем вообще забудьте про него. Как и с ученок. Более популярная стратегия на основании первой помощи и на основании увеличения силы – это позарезец. В общем, тоже постоянно используется, советую к выкачиванию. Три амулета, еще раз повторяю, беззубка, 17-18 уровень для эксперимента. Можете попробовать. И позарезец для тактики, и громовержец тоже для тактики. Итак, едем дальше. Ловкость предоставлена у нас пятью амулетами. Если вы качаете вторую, именно вторую тактику на ловкость, то у вас есть вафелька, гравицапа, демоненок, десантура и хонгельдон. Сразу говорю, здесь десантура, гравицапа и вафелька являются как бы отвратительными стратегиями. На увеличение ловкости идут всего два амулета. Это демоненок и хонгельдон. Они помогают именно выкачивать ловкачей. Как вы знаете, ловкач уклоняются в зависимости от разницы. Чем больше ловкость, тем больше вероятность уклониться от удара. То есть очень интересная вещь. Плюс ловкость дает возможность более точных нанесений удара. Это тоже положительный результат. Ну давайте перейдем к следующей части. Амулеты, которые нельзя использовать. А нет, еще, нет, вру, еще дойду. Сначала на живучесть. Сначала на живучесть разберем все-таки здесь тоже так же. Итак, живучесть предоставлена у нас пятью амулетами. Анг, Варлок, Кукловод, Медсестра и Шериф. Я, сразу говорю, использую на живучести, на живучести использую Варлок. Всего в одну, ну как бы в один эвент. Это Хэллоуин. На Хэллоуине Варлок дает неплохое лечение. Очень колоссально, если вы выкачиваете сердце. Сердце Джека, оно дает хорошее лечение. Так что Варлока можно выкачать, оставить. И пусть оно у вас лежит на складе до Хэллоуина. На Хэллоуине можно менять. Допустим, как и я делаю. Я меняю медсестру, полностью медсестру меняю. И заменяю ее на Варлока, чтобы было более-менее адекватно. Кукловод также очень хорошее, адекватное. Ну, выбор. Проклятие неплохое. Амулеты, которые не надо выкачивать, это Шериф, который дает ловчего, бесполезный навык абсолютно. И Оживление, такой же бесполезный навык, вообще не нужен. Так что, два амулета здесь отбрасываются. Три амулета адекватных остаются. Ну и, как я и говорил, давайте перейдем к тем амулетам, которые у вас не должны быть вообще просто в инвентаре и надеты на персонажа. Итак, ребята, это Бакс, Лунная Призма, Скорпий, Пеле и Трогальда. Вернее, Трогальца. Извините за такую небольшую оговорочку. Оговорочку. В общем, амулеты, увеличивающие талант. Как я уже и говорил, это третья стратегия. И третья стратегия мертвая. Ее никто не качает, потому что, как и говорилось, боевые заклинания в нашей игре не наносят достаточного урона для уничтожения противника. Поэтому эффекта от него нет. Как я и говорил в самом первом слайде, можете перекрутить, что талант и сила качаются в одном виде, только если существуют очень сильные заклинания. Но, к сожалению, их нет. Хотя футболист и Лунная Призма, как вы понимаете, то есть это домохозяйка двойная, в общем, к выкачиванию как пассивный навык возможен хотя бы на плюс один. Но в амулетах никто не держит их никогда. Запомните, пожалуйста, об этом. Ну что ж, давайте двинемся к сетам амулетов. В общем, из того, что сейчас вы посмотрели, мы разобрали амулеты на каждой отдельно навыки. Какие можно амулеты взять, какие нельзя. Так вот, давайте рассмотрим сеты амулетов на две стратегии, которые еще более-менее рабочие. Это сила и ловкость. Итак, на силу у нас выходит Позарезец и Медсестра, то есть Сила Живучесть, Позарезец и Кукловод, и Громовежерс и Медсестра. Эти наборы амулетов по два, как вы понимаете, это усиление стратегий отдельно на силу. Можно выбирать вам, какую из них брать. На ловкость немножко более интересная вещь есть. Здесь двойная, в общем, стоит. Либо Хонгельдон и Позарезец, либо Демоненок и Позарезец, либо Хонгельдон и Медсестра, либо Демоненок и Медсестра. То есть тут надо смотреть. Либо вы качаете ловкость силу, либо ловкость живучесть. То есть тут надо смотреть, по какой стратегии вы развиваетесь. Так что либо набор один, либо второй. ну и как вы понимаете что каждый из этих немножко изменяет по структуре да вот но как бы демоненок больше склонен получается к легкому оружию то есть если вы раскачиваете ся то есть демоненок у нас идет на легкое оружие и все как бы понятно а вот среднее тяжелое оружие ну то есть идут на хонгель дона ой простите идут на хонгель дона и если вы играете со средним оружием ловкачом то лучше брать демоненка если вы играете с легким оружием в виде допустим того же кассеты мы просто захотели поиграть с кассетам на ловкаче но не знаю вдруг вас осенило но много легких оружия есть зеркальца то же самое многие выкачивают выкачивает многие шокера тоже легкое оружие, ну какие еще есть ножи, там, не знаю палки какие-то, блин, там дофига если честно, я все не помню, просто легкое оружие я вообще в большинстве случаев не рассматриваю поэтому, ну, хунгельдон как бы более-менее адекватный потому что среднее оружие дает больше эффекта, но носилие у нас разделяется немножко по-другому, в общем первых два амулета, это позарезец и медсестра, использую их я, так как у меня сила и навыки у меня немножко слабее, чем донаты поэтому я использую защитную тактику, чем больше жизней тем больше ты можешь сопротивляться и жить это единственная моя тактика тактика атаки, ребята используется либо позарезец и кукловод либо громовержец и медсестра это тактика атаки если ваша сила превосходит донатные характеристики допустим, вы на 10 уровне и вы решили прокачаться вы качаетесь, качаетесь и качаетесь с двумя амулетами позарезец и медсестра это защитные но как только вы прокачались примерно где-то до 70 тысяч по силе вы можете менять свою тактику вы меняете тактику в разряда атаки а вот здесь уже выбирайте сами я бы посоветовал позарезец и кукловод прекрасный выбор, очень адекватный немножко добавить там критов и все будет прекрасно ну, это мы еще будем рассматривать после выбора оружия в 3 части в общем, третья часть у нас будет по выбору оружия и как будет ваше дальнейшее развитие ну, что сказать после выбора оружия будем рассматривать навыки как оно есть есть. То есть еще будет третья и четвертая часть минимум. Ну а пока по амулетам, надеюсь, вам все понятно. Всем спасибо и пока.